В эфире информационная программа «Панорама Севера». В студии Елена Гончарова. Здравствуйте. 22 июня в 4 часа утра в Архангельске, городе воинской славы, прошла акция памяти. Она посвящена одной из самых трагических дат в истории нашей страны – вторжению фашистских войск на территорию СССР и началу Великой Отечественной войны. На фронтах Великой Отечественной сражались более четверти жителей Архангельской области – 310 тысяч человек. За победу наш город заплатил ценой каждого пятого жителя, умершего от голода. Тяготы и лишения войны испытали и фронтовики, и труженики тыла. Моя работа началась на пекарне «Заготовка дров». Это в 13 лет. Теперь уже трудно, наверное, ребятам представить, что так может быть. Но мы работали. Такое было время. Суровое, тяжелое. Память о событиях военных лет хранит и молодое поколение горожан. У каждого архангелогородца есть своя история победы. Мой дед, ему 91 год, он ветеран Великой Отечественной войны, чем я очень горжусь. Гордость за героическое прошлое нашей страны привела на больших мира сотни горожан. Традиция собираться у монумента победы родилась 20 лет назад. А в 2009 году по решению мэра Виктора Павленко митинг в 4 часа утра 22 июня стал общегородским мероприятием. В первых дней войны архангелогородцы, добровольцы по призыву ушли на фронта Великой Отечественной войны и на плод. И мужественно сражались. Каждый четвертый, к сожалению, не пришел к той страшной войне. Очень важно нам помнить о тех, кто погиб, о тех, кто сегодня в нашем строю. И очень важно, чтобы мостик поколений, от старшего поколения, участника Великой Отечественной войны, наших фронтовиков, он передавался нашей молодежи. Пока жива память, пока есть забота о ветеранах, никогда не будет войны. Это нам надо помнить. В памяти героев Великой Отечественной войны город воинской славы Архангельск почтил минутой молчания. Сегодня в Архангельск были принесены свеликие святыни. Мощи родителей Пресвятой Богородицы, святых супругов Иакима и Анны в Поморскую столицу доставила делегация Кипрской Православной Церкви. Елена Матвеева побывала в Свято-Ильинском соборе. Туда ларец с частицами мощей привезли прямо из аэропорта. Вот момент, которого ждал сегодня весь православный Архангельск. Ларец с частицами мощей родителей Пресвятой Богородицы, святых Иакима и Анны, он в руках митрополита Даниила, через главные ворота проносят в Ильинский кафедральный собор. Эти святыни впервые доставили в Поморье. Родителям Пресвятой Богородицы верующие традиционно молятся об исцелении бесплодия. Святые супруги Иаким и Анна до глубокой старости не имели детей, снося бесчисленные насмешки. Но не уставали молиться, и молитва их была услышана. Ангел возвестил им о том, что родится у них дочь, благословит которую весь род человеческий. Так все и случилось. Потому имена родителей Пресвятой Богородицы не единожды упоминаются во время богослужения во всех православных храмах. Звучали они и сегодня, на церковнославянском и на греческом языках. Делегацию Кипрской православной церкви возглавляет митрополит Томасоцкий и Аринийский Исайя. Молитва на разных языках о самом главном на свете – любви и покаянии. Святые угодники Божии, они в первую очередь помогают нам устроить правильно жизнь здесь на земле. Чем больше любви, тем приятнее жить с этим человеком. А плохо жить с теми людьми, которые злые. Для многих недельное пребывание святынь в Архангельской епархии, а этой мощи апостола Варнавы и кипрских мучеников Илеофотов – редкая возможность обратиться к святым с молитвой. Мы были на Кипре, но не было возможности прикоснуться к таким святыням. А тут у нас в России, нам привезут, это, конечно, большая радость для православных. Перенесение святых мощей – это знак и символ любви, уважения к русской православной церкви. Ясует, это не наша собственность, как я уже сказал. Святые мощи – это принадлежа всем, это вселенские мощи. Мы просто временно храним их на Кипре. Благодарность от всех верующих по морю за возможность принять мощи святых угодников на Архангельской земле. Слова благодарности митрополиту Даниилу и владыке Исаии выразил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Уже в четверг мощи святых угодников принесут по поморской столице. Молитвенное шествие пройдет от Успенского храма до строящегося кафедрального собора. Елена Матвеева, Алексей Шаршов, Панорама Севера. Сегодня в региональном министерстве образования и науки состоялась пресс-конференция, посвященная итогам проведения единого государственного экзамена. В этом году в Архангельской области ЕГЭ сдавали более 6011-классников. О предварительных результатах экзаменов расскажет Екатерина Грициенко. Подведенная на пресс-конференции итоги ЕГЭ – это лишь предварительный результат. До сих пор ведет свою работу конфликтная комиссия. Но уже сейчас можно говорить об определенно положительной динамике. В этом году оценку в 100 баллов получили 32 ученика. В прошлом году их было всего 19. Основные предметы русский язык и математика у нас показатели выше, чем в прошлом году. Несмотря на ту масштабную работу по прозрачности. Высший балл на экзамене по русскому языку получили 26 учащихся. Такой показатель на ЕГЭ в Архангельской области достигнут впервые. Однако оптимизм внушают далеко не все результаты аттестации. Одновременно должен отметить, что и это не может не волновать и тревожить физика и английский язык. Динамика в минус. Причем, что вы знаете о том, что иностранные языки у нас будут обязательными со следующего года. Физика аналогична. Несмотря на то, что все дети и их родители были заранее ознакомлены с мерами по созданию прозрачности при сдаче ЕГЭ, ученики все же решались воспользоваться шпаргалками и средствами связи. В результате 11 человек были удалены с экзаменов. Нарушителей правил удалось обнаружить в том числе при помощи установленных в аудиториях веб-камер. Видеозаписи помогут и при решении спорных вопросов. На сегодня рассмотрено 66 апелляций. Семь из них удовлетворены. Для тех, кто не сдал ЕГЭ в прошлом году или по веской причине не проходил аттестацию в этом, будет проводиться специальный дополнительный этап. Он начнется 7 июля. Все подробности можно узнать на сайте Министерства образования Архангельской области. Екатерина Грициенко, Руслан Симушин. Панорама Севера. В Архангельске может быть установлен памятный знак русским воинам 1914-1918 годов. Предложение от Российского военно-исторического общества было озвучено в рамках научной конференции «Великая война и европейский север России. К 100-летию начала Первой мировой войны, которая проходит в эти дни в столице Поморья». Подробности в материале Виктора Кузнецова. Равняйся. Сверну. Оружие. Ноги. Караул. Мы стоим по форме Первой мировой войны. Российская императорская армия образца 1914 года. Фрагмент реконструкции построения армии царских времен как нельзя лучше подходил к открытию научной конференции «Великая война и европейский север России. К 100-летию начала Первой мировой войны». Войны, которая, по мнению исследователей, определила мировое развитие в 20 веке. Архангельская область, русский север, они были ключевыми моментами первой войны для нашей Родины. Моменты истории, которые именно посвящены нашему русскому северу, они позволят, во-первых, по-другому немножко взглянуть на Первую мировую войну, а во-вторых, что самое главное, они позволят нашей молодежи узнать больше о их истории. Архангельск был главным центром, куда поступала помощь союзников, куда шли конвои. И, в общем, Вторая мировая война и Великая Отечественная война, она во многом, так сказать, повторение опыта, опыт, который был приобретен в Первую мировую войну, он потом был использован. Крушение могущественных европейских государств и формирование новой геополитической реальности – все это результаты Первой мировой войны. Огромное влияние она оказала на экономику, политику и всю систему международных отношений в течение последующих десятилетий. Рассказ о людях, событиях и сражениях той Великой войны, основанный на документальных источниках, попытка оценить масштаб трагедий тех лет и воздать должное северянам, участникам событий – это и есть восстановление и сохранение исторической памяти. На научной конференции с докладами о влиянии тех событий на жизнь регионов России выступили более 70 историков со всей страны, а также ученые из Великобритании и Швеции. Виктор Кузнецов, Сергей Минин, Панорама Севера. В минувшие выходные в средних образовательных учреждениях Архангельска прошли выпускные балы и вручения аттестатов. На торжестве в 43-й школе побывала Екатерина Грициенко. Расставаться со школой, как прощаться с беззаботной детской порой, всегда непросто, но глаза выпускников горят предвкушением неизвестного и удивительного будущего. Да и может ли быть место грусти, когда перед тобой открывается целая жизнь? Для многих получение школьных аттестатов – это первая серьезная церемония в жизни. Глядя на этих ребят, не верится, что кто-то из них мог плохо учиться в школе или прогуливать уроки. Наташа, а как училась в школе ты? Хорошо училась, старалась. По некоторым предметам, конечно, бывали и тройки, и двойки, но старалась исправлять. А ты чувствуешь себя взрослым человеком? Да, уже чувствую. Есть экзамены, все это было серьезно очень, и сейчас уже вручение аттестатов. Взрослая. Школьные аттестаты ученики 43-й получили из рук депутата Государственной Думы Елены Вторыгиной. Для Елены Андреевны этот день тоже особенный. И не только потому, что она уже долгое время курирует один из выпускных классов. Ровно 40 лет назад в этой самой школе она с волнением и трепетом получала свой аттестат зрелости. Я этот выпускной день помню, как вот сейчас, как мы вручали нам аттестаты, как был выпускной вечер, очень красивый тоже. И мы всем нашим классом пошли пешком на набережную, пешком сульфата. Своим подопечным депутат Государственной Думы пожелала главного – мечтать и ставить себе высокие планки. Ведь для достижения даже самых невероятных целей нужны лишь огромное желание и вера в себя. Екатерина Грицыенко, Олег Ширяев, Панорама Севера. Мы продолжаем рассказывать об участниках ежегодного конкурса «Лучший архангельский дворик». Сегодня это будут номинанты из Октябрьского округа. В этом году 32 архангельских двора и дворика борются за звание «Лучший». Один из них в Октябрьском округе. Здесь, на Комсомольской 9, Корпус 2. Творение природы – совершение творений искусства, считал древнеримский философ Цицерон. Для Натальи Воронцовой эти слова доказательств не требуют. Каждое свое утро она начинает в садике, который еще пару лет назад был заросшим травой участком. А теперь здесь ухоженные клумбы и настоящие оранжерейные цветы. Всего 17 видов. Тут должна проявляться любовь и желание украсить, сделать. И люди стали понимать. И даже огромное воспитательное значение. Чтобы создать свой уютный двор, Наталья прочла десятки книг по садоводству. А вот формулу успеха вывела сама. К каждому цветку нужно относиться, как к живому существу. Наталья говорит, что у ее садика есть добрый хранитель – кот. Вот он нарисован на пеньке. Под его присмотром хозяйка цветочной красоты и работает. Работает, кстати, не для похвалы, для настроения. Выйдешь утром, она уже тут. Вечером она тут. Она каждую тут сыриночку подберет. Все она сделает, поднесет, польет. Ну, идеальный порядок. Любой двор можно сделать образцово-показательным. В этом уверена Надежда Шутова. Председатель ТСЖ Арктическая рассказывает. Создавать уют начали 4 года назад. Тогда землю оформили в общедолевую собственность. Сегодня здесь и веселый гармонист, и ленипух, а еще русалка на ветвях сидит, и кот-ученый ходит по цепи кругом. Вот такие маленькие радости, которые, я думаю, создают настроение. Когда человек выходит из дома, и когда он особенно приходит домой усталый. Все можно сделать. Было бы желание. В этом году во дворе спилили старые туполя, высадили свежую рассаду, покрасили клумбы и заборы. Одной краски купили на 7 тысяч. Когда вот это сделано своими руками, то это родное, близкое, любимое. И мы очень гордимся своим двором. Станут ли дворы на Комсомольской и Гагарина победителями конкурса «Лучший архангельский дворик» станет известно 29 июня, на юбилее поморской столицы. Елена Матвеева, Ольга Красулина, Олег Ширяев. Панорама Севера. 23 июня весь мир отмечает Международный Олимпийский день. Эта дата принята в память о возрождении Олимпийского движения в его современном виде. О том, что спорт полезен, пожалуй, знает каждый, но не каждый его ярый поклонник. Каким образом можно себя мотивировать для активных занятий спортом? Об этом в сегодняшней рубрике «Вопрос дня». Надо делать больше спортивных площадок, чтобы люди, проходящие мимо них, видели, что люди занимаются спортом и заражались их примером. Я думаю, когда у вас составы заскрипят, мышцы атрофируются, мотивация будет совершенно ясна. То есть, наверное, или человек с детства должен привыкнуть к физическим нагрузкам и к спорту, или уже когда человек заболеет и поймет, что других вариантов нет, кроме как заниматься спортом. Занятие спортом является очень хорошей мотивацией для того, чтобы в глаза другого пола выглядеть хорошо. Соответственно, это и является наилучшей мотивацией. В преддверии Дня города в рубрике «Мой Архангельск» мы рассказываем о самых любимых и дорогих местах города для его жителей. Улицы, дворы, памятники. Вот и сегодня о своем любимом месте столицы Поморья расскажет Андрей Репневский, доктор исторических наук, профессор кафедры истории САФУ, директора научно-образовательного центра «Международные отношения и арктическая политика России». Я здесь родился, на этой улице, на улице Карла Маркса. И это самое любимое место. По ней приходилось и ходить, и бегать. И на ней я сам учился на маленьком велосипедике по деревянным улицам кататься, а потом и своего старшего сына учил. Великолепный был двор. Зеленый, с березами, со скамеечками. Я помню, двор даже лучше, чем дом, потому что мы все лето и всю зиму с утра до вечера гуляли там. Это вот первые мои пять лет жизни с 1950 года и по 1956 примерно. Три-четыре года с историей только знакомишься. Кстати, вот познакомился с историей по этой книге. Наталья Кончаловская «Наша древняя столица». Отец мне ее купил, и здесь на Карла Маркса мы ее вместе читали, с матерью, с отцом. Может, поэтому я и стал историком. Я помню все культурные места вокруг. Слово «культурное» я тогда тоже не употреблял. Рядом здесь был Кривический музей, и лежало на полянке перед ним, лежали остатки сбитого немецкого самолета, по которому мы ползали, фашистского самолета. Затем рядом находился нынешний Марфин дом, только теперь он далеко перенесен. И там выступал Александр Вертинский. Мне родители показывали. Наиболее интересными объектами, конечно, была кирха. Она доминировала над всем. Тогда это не кирха, а, по-моему, спортивная школа. Сейчас вот она обрела орган, ну, еще в советские времена, еще от ГДР орган к месту. Все стало на свои места. Очень любили здесь ходить в цирк. И тогда, когда я был совсем маленький, когда жил подальше в глубине, и тогда, когда жил вот здесь, прямо за кирхой, уже водил собственных детей. Цирк был тоже среда того, чем к культуру. Кроме того, мы всегда с уважением относились к тем, кто жил вот в этом доме специалистов. И здесь жили те, кто меня учил. А потом я уже воспринял их эстафету. Тут я уже зрело стал понимать, что я живу в городе с большой историей. По-настоящему. И оценил набережную. Потому что набережная тогда была в моем детстве в 50-е годы деревянная, парапет. В 60-е годы она оделась бетон и гранит. Река была живой, очень живой. Пароходов было десятки. Поэтому выйти вот здесь в Сорнабережную и посмотреть, какой пароход идет, какой приходит, какой уходит. Ведь треть жителей была связана с морем. С самого детства, только говорю, только научились говорить и ходить, как чуть погода более-менее тепленькая. Даже солнца нет. Мы говорим, вот, солнышко, все проще. Все равно папа, мама, давайте на пляж. Тут свобода, тут ветерок, тут можно покупаться. Это же мечта была. А в школьные годы мы после каждого экзамена, даже государственного экзамена в 10-м классе, всем классом бежали сюда на пляж купаться. Народу было немеренно. Зимой всегда приходили на пляж, здесь были деланы специальные прорубы и полоскали белье. Потом оно было все замерзшее. Вот настоящая зимняя свежесть. Все главные праздники были с ней связаны. День военно-морского флота. Вот в том месте всегда происходила высадка десанта. Великолепно смотрелось, когда приходил Барк Седов на праздники. А зимой здесь спортивное состязание на набережной. В общем, для нас, для северянта дух города – это прежде всего река. Надеюсь, что как раз это наша могучая река и поможет Архангельску и сохранить свой дух, и восстановить свою бывую историческую, культурную, экономическую славу. День дружбы в Новодвинске. Ребята из детского дома-интерната с нарушениями в интеллектуальном развитии позвали в гости кружковцы Новодвинского дома творчества. И те, и другие с пользой провели время и показали, на что способны. Инициатором совместного мероприятия выступила одна из студенток САФУ, которая сейчас проходит практику в детско-юношеском центре. В рамках ее диссертации и был проведен День дружбы. Я учусь на направлении преподная культурология в Северном Актическом Федеральном Университете. И так вышло, что темой моей диссертации стала «Потенциал системы дополнительного образования в инкультурации детей с нарушением интеллекта». И, соответственно, я пришла сюда в ДЮС на практику и начала именно сотрудничество. У нас был небольшой концерт таких ребят для воспитанников ДЮСа. Педагоги ДЮС, прежде чем встретиться с особенными детьми, провели серьезную подготовку. Цель – это и воспитание наших детей, толерантности в них воспитания, воспитание умения общаться с разными категориями людей, находить какие-то контакты. И помочь детям детского дома-интерната развить какие-то свои способности, пообщаться с более широким кругом детей. В кабинете дизайн-студии работа идет полным ходом. Здесь воспитанец детского дома-интерната учит рисовать на футболках. Технология для девчонок новая, поэтому они стараются изо всех сил. Сначала рисуем карандашом, потом раскрашиваем. Специальными красками девочки выводят на футболках свои имена. Такие именные наряды как раз кстати. В лагере можно будет покрасоваться перед друзьями эксклюзивными вещами. В соседнем кабинете группа детей тоже рисует на ткани, но уже с помощью верховой набойки. Здесь объединилось три коллектива – иголочки, мастерица и театр моды-эксклюзив. Раньше в старину, когда девицы-красавицы шили себе сарафаны, они хотели быть не похожи друг на друга и делали себе набойку различную. То есть сарафан каждый отличался друг от друга, а отличался за счет узора. Под руководством Натальи Беспаловой и Надежды Порошиной девочки украшали узором косынки. Помогали им более опытные мастерицы. Вот такая красота получилась от совместного творчества. В клубе авторской песни воспитанников ДДИ научили играть на гитаре и рассказали об особенностях этого музыкального инструмента. В клуб «Орион» ребята приходят уже во второй раз. Они очень довольны, очень счастливы. И даже когда мы первый раз уже ходили, они пришли, уже по интернату ходили и распевали вот эти песенки, которые здесь уже учили. Каждый ребенок ушел домой в этот день с сувенирами. Педагоги ДЮЦ и ДДИ планируют и дальше сотрудничать, и проводить совместные встречи. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат, важных событий Архангельска. В Архангельском городском культурном центре состоялась концертно-игровая программа «Приключения карандаша в стране рисования». Телеканал «ПС» побывал на этом мероприятии. Телеканал «ПС» транслировал в прямом эфире чемпионат по мини-футболу среди сотрудников Органов безопасности и правопорядка Архангельской области в зачет «Спартакиада» 2014 года. О всех мероприятиях предстоящего празднования 430-летия Архангельска можно узнать из пресс-конференции, посвященной Дню города. Телеканал «ПС» не остался в стороне и от этого события. Впервые 20 июня в 15 часов телеканал «ПС» провел прямую трансляцию из Новодвинска. На городской площади города прошел выпускной «Звездный билет». Яркий, незабываемый праздник для выпускников, родителей и педагогов школ города Бумажников. 21 июня в 15 часов в прямом эфире телеканала «ПС» состоялся праздничный концерт прославленного Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Визитной карточкой коллектива всегда остается высокое исполнительское мастерство солистов и оркестра, строевая выручка и оригинальность творчества. Видеозаписи концертов и матчей вы можете приобрести в редакции телеканала «ПС». Звоните 65 63 26. Весь город на вашем экране, только на круглосуточном городском телеканале «ПС» и в сетевизоре портала «Правда Севера». В минувшие выходные в спортивной жизни Архангельска прошло одно из главных событий лета. Пятый год подряд столица Поморья превращается еще и в столицу силового спорта. Ведь именно в нашем городе проходит турнир номер один в мире без экипировочного пауэрлифтинга «Битва чемпионов». Состязание стало одним из брендов Архангельска и вновь прошло при поддержке мэрии города. Ураган невиданной силы пронесся по столице Поморья. Имя ему «Битва чемпионов». Пятый год подряд он крушит рекорды Европы и мира и разбивает наши представления о человеческих возможностях. Скажите, пожалуйста, как же вы решились прийти на такое мощное громкое состязание вот в таком интересном положении? Я подумала, что мой сыночек должен узнать, чем должен заниматься настоящий мужчина. В этом году на Архангельский помост вышли представители 10 стран. В жиме штанги лежа к радости местной публики доминировал представитель Архангельска Кирилл Сарычев. В последние попытки он установил абсолютный рекорд мира в категории свыше 140 килограммов – 326 килограммов. Тем самым оставил далеко позади себя белоруса Романа Еремашвили и главного конкурента в борьбе за золото Ласла Мезарыша. Венгру в этом году третий. В предыдущие разы стояла задача поднять как можно больше веса. А в этот раз конкретно стояла задача стать первым. И раньше поднимал несмотря ни на что, а сейчас нужно было еще ориентироваться на остальных спортсменов. В становой тяге гиганты пауэрлифтинга отошли на второй план. Благодаря специальному коэффициенту, который учитывает соотношение веса штанги и массы атлета, здесь на первых ролях далеко не самые габаритные спортсмены. Четыре года подряд битву чемпионов выигрывал кировчанин Андрей Беляев. На этот раз он закрепил успех с новым абсолютным рекордом планеты в категории до 90 килограммов. Ему покорилась штанга весом в 395 килограммов. В целом-то вроде было все очень хорошо, но руки не держали, мы с золи слетели уже на третьем подходе. Честно говоря, сам удивляюсь, как и в четвертом лежало. Вновь вторым и вновь с рекордом планеты, на этот раз в 405 килограммов весовой категории до 110, стал Константин Поздеев. Замкнул тройку призеров москвич Сергей Дороган. Триумфаторы в обеих дисциплинах получили кубки мэра Архангельска. Спасибо вам большое за спорт, за зрелищность, за любовь и пропаганду спорта. Добра вам, здоровья, счастья, благополучия. Я уверен, что и 50-е мы проведем здесь в городе Архангельске. Да? Потому что нужно это всем нам. Спасибо. Ураган невиданной силы под названием «Битва чемпионов» покидает Архангельск и оставляет после себя отнюдь не разрушение, а массу впечатлений, положительных эмоций и надежду на то, что этот праздник спорта вернется к нам ровно через год. Алексей Карельский, Сергей Минин, Артем Юдин. Панорама Севера. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 24 июня доллар США 34 рубля 28 копеек. Евро 46 рублей 65 копеек. Это была информационная программа Панорама Севера. В студии работала Елена Гончарова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры делал DimaTorzok Атмосферное давление будет слабо падать. Тип погоды третий неблагоприятный.